В жизни каждого человека очень важно все делать с вдохновением. Учиться вдохновению нужно. Что-то творить, табуретку или картину, роман или кантату, мелодию или стих вам необходимо. Вдохновение. Выращивать растения. Вам необходимо вдохновение. И с вдохновением вы делаете все гораздо легче. Ваше сердце открывается. Вы просто знаете, что вам необходимо делать, когда. И все у вас получается. Вам не нужно соблюдать традиции зодиака, лунного календаря и всякий прочий, в принципе, по нынешним временам, бред, который только мешает и остался акулами. Потому что все влияние всех вот этих структур, всех этих вот моментов, оно сейчас легко нивелируется. И одним из великих помощников во всех наших делах является, безусловно, вдохновение. И встает вопрос, где его черпать. Где черпать бизнес-идеи? Где черпать идеи для творчества? И поэтому мы видим автомобили практически одинаковые, потому что конструкторские бюро черпают вдохновение друг у друга. Мы слышим музыку одинаковую, потому что плагиат. Мы видим сюжеты фильмов очень похожих. И так далее, и так далее, и так далее. Но мы знаем, что были и остаются, и есть и будут творцы вдохновленные. Вдохновленные чем? Любовью творца, мои дорогие. Этой птице не нужно ждать момента, когда на нее снизойдет. Она в потоке. Она вечно живет в Боге. Примите и вы эту Божью искру, как великий дар любви творца. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok